отлично всем доброе утро дорогие друзья всем доброе утро и мы продолжаем изучать тору притчи царя соломона и у нас сейчас идет трансляция и в instagram и facebook может быть еще третий телефон скоро поставим будет еще в youtube трансляция жима принципе не пожалуйста там очки вот они надо да дорогие друзья всем будет ртов шалом привет мы продолжаем изучать мишли притчи царя соломона и яков шатанин с нами и очень продолжаем активно активно расти развиваться жизни из два процесса или ты растешь и развиваешься или ты разрушаешься что лучше конечно расти и развиваться россии развиваться сложнее чем разрушаться нужно все время идти в горку в горку выполнять заповеди сложно учиться сложно тренироваться сложно то есть лежать на диване просто смотреть что-то сериалы легко то есть каждый выбирает сам только какие он хочет впоследствии то есть всегда первое последствия и обычно когда в первом последствии легко на втором шаге будет тяжело а есть если на первом шаге тяжело то обычно на втором шаге легко как говорил суворов тяжело в учении легко в бою дмитрий тим шалом все итак дорогие друзья мы продолжаем изучать сейчас нас как раз 16 глава и пошли отрывки очень тяжелого тебя прямо за последнее время мне было тяжелее всего готовить этот урок потому что тема вообще непонятная которую затронул царь соломон для нас эта тема непонятная с 12 отрывка начинается в 11 отрывок давайте свяжем то что было вчера смотреть 11 отрывок был так что только бог может судить справедливо то есть у бога есть все он учитывает все варианты все знаете есть очень хорошая про суд история когда ее рассказал магит из дубна магит из дубна рассказывал эту историю так значит вот иногда задают вопрос что что-то с кем-то случается и чек не понимает не понимает что это зачем почему мне вчера один я встретил одного знакомого он рассказывал мне как пять лет назад его сын двадцатилетний только получил права и сел с четырьмя друг с тремя друзьями они вчетверо и решили поехать в поехать в такое как путешествие на машине и вот они ехали 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 и в какой-то момент машина перевернулась несколько раз крутнулась и его сын который сидел за рулем он единственный у него черепно-мозговая травма он полтора года в коме и сейчас он уже одну восстанавливается но не разговаривает с трудом ходит ну то есть страшная страшная ситуация а трое друзей остальных которые были в машине четверо ни одной царапины то есть машина несколько раз перевернулась и он говорит и я в этот момент понимаю что это это с небес это с небес потому что если бы как-то было по-другому я бы мог сказать что вот это из-за меня надо было ему хорошую машину снять там ну то они сняли самую дешевую машину вообще не надо было его пускать за руль и так далее но он говорит я ничего не могу сказать то есть машина четыре человека ни одной царапины один человек полностью разрушается ну и мало того что полностью разрушается он после этого живет полтора года в коме вообще не двигался значит а когда мадиду из дубна задавали вопрос как то как это происходит почему это так он рассказывал пример такой он говорил так вот смотрите идет человек например идет человек и он видит рука из деревни он приехал и он приехал из деревни значит в городе он идет и тут видит на первом этаже окно и в этом окне какой-то человек с ножом режет другого человека он видит это как страшно он забегает туда остановите там забирают этого нож ему говорят слушай как что ты делаешь ты же приехал ты не понимаешь это операционный это врач он он делал операцию он спасал человека тебе казалось что он его уничтожал он идет дальше заходит он в кинотеатр смотрит темно значит темно и фильм идет да на экране он кричит людям все стойте я сейчас вам всем помогу это же тут темно плохо видно давайте побежал включил свет всем стало не видно опять он он смотрел со своей точки зрения а на самом деле он не понимал что происходит не сигнал глобально говорит про мир то в талмуде рассказывается история как римляне которые захватили израиль две тысячи лет назад разрушили храм как они убивали 10 мудрецов они убивали 10 самых больших мудрецов еврейского народа и они убивали их страшными разными казнями и когда убивали рабе аки вот то его разрывали такими металлическими крючами и в это время анделы богу сказали это это только это награда тора он самый великий мудрец торы и у него такая смерть что что такое это таро это награда зату и и бог сказал ангелам говорит молчит или сейчас разрушу мир и когда он так ответил ангелом то в талмуде мудрец toen будут задают вопрос а как бог что он сказал ангелом непонятно то есть они задают вопрос это таро это награда за тором Кстати, этот сын, он был ученик Ешивы, он учился в одной из лучших Ешивы Израиля. Это Тора и это награда за Тору, спросили ангелы у Бога. И Бог им сказал, молчите или я разрушу мир. Так, теперь Мадидас Дубна, он говорит, что да, это Бог им ответил. Это не было просто, что он их заткнул и сказал, не задавайте вопросы. Это и был ответ, которым он ответил ангелам на вопрос, это Тора, это награда за Тору. Что он им ответил? Мадидас Дубна, он привел историю такую. Он говорит, что как-то был царь. Был царь и царь, вот мы не понимаем, кто такой царь. И вот сейчас будет 4 отрывка, почему я сказал, что непонятно, что царь Соломон имел в виду в следующих отрывках. Потому что все отрывки были про царя. Мы не понимаем, кто такой царь и что такое царская власть. Бог, мы говорим про Бога, Бог, царь царей. Царь, то есть для нас слово царь непонятно, что это. Значит, в истории Мадидас Дубна царь, у него была огромная свита, дворец его, все боялись. Царь одним словом Иван Грозный убивает своего сына. Петр I казнил своего сына. То есть там царь Соломон казнил братьев своих несколько. Царь Давид, он воевал, он столько поубивал людей, что Бог ему сказал, ты не можешь построить храм. Ты праведник, но ты столько во время войн убивал людей, включая Галиату, он голову отрезал, что храм не может быть построен твоими руками. Значит, цари это были просто вот так вот убить, зарезать, война, не война. То есть царская власть была очень сложная. И вот, значит, Мадидас Дубна объясняет ответ Бога, ангела, молчителя, разрушу мир. Он объясняет на примере царя. Он говорит, был такой царь, и этот царь приказал, чтобы ему пошили самую дорогую одежду. Цари, вы знаете, да, у них были короны с бриллиантами, они были, то есть это были все символы власти, славы, власти. И этот царь говорит, пошите мне самую дорогую золотую одежду. Значит, вызывают Портнова, дают ему самая дорогая ткань, золотая, и проходит неделя, Портной приносит костюм царю. Царь одевает костюм такой, и придворные ему говорят, а вот костюмчик хороший, нет вопросов, красивый у вас вот этот вот костюм. Но кажется нам, что Портной украл много у вас ткани. Царь вызывает Портнова, говорит, ты что, у меня ткань украл, сейчас я тебя казню. Портной говорит, стойте, стойте, говорит, я вам сейчас докажу, что я у вас ничего не украл. Царь говорит, как ты докажешь? Он говорит, дайте, пожалуйста, свой костюм, который я вам пошил. Я его сейчас распарю полностью, раскрою обратно. Возьму те кусочки, которые вот я вам в патетике принес, отдельно кусочки обрезки этой ткани. И мы все это сложим, и вы увидите, что будет тот же самый кусок, который был сначала, который мне дали по размеру, один в один я ничего не взял. Это то, что Бог ответил ангелам. Он говорит, молчите, или я сейчас должен буду разрушить мир, раскроить все обратно, чтобы вы поняли, что сегодняшний момент смерти Рабиативы, это следствие, следствие огромных процессов. И эта душа Рабиативы, она пришла в этот... Там целая история. Он говорит, вы не понимаете, вы как тот человек, который пришел из деревни в город и увидел щелочку, что режут человека, он не понимал, что это врач, который делает операцию. Вы как тот деревенщина, который зашел в кинотеатр и зажигал свет, чтобы лучше было видно фильм. То есть вы не понимаете, что происходит. Но это объяснение, я когда-то читал, оно тоже не объясняет всю сложность суда. И есть еще другое объяснение. Он им сказал ангелам, что говорит молчите, или я разрушу мир, имеется в виду то, что мы будем здесь учить в 14-м отрывке. 14-й отрывок, он звучит так. Вот будет через несколько отрывков, сегодня не знаю, успею или нет, но просто это иллюстрирует второе объяснение, почему ревляне убивали Рабиативу. 14-й отрывок звучит так. Когда гневается царь, имеется в виду Бог, да, когда гневается Бог, идут ангелы смерти. То есть начинаются идти ангелы смерти, это эпидемия, это война, то есть в мире начинают подниматься вот эти вот волны агрессии, которые эти волны вызывают ангелы смерти. Значит, начинается обычная эпидемия. В Торе всегда, когда евреи грешили против Бога, то шла на них или эпидемия, или война. То есть было или то, или то. Так вот, когда гневы поднимаются от царя, идут ангелы смерти. Вы ишь хахам, и человек мудрец, хахам это мудрец Торы, который именно близок с Богом, и хапрена, он искупает, искупает. Теперь, что имеется в виду, когда во втором объяснении, почему римляне казнили рабе Ативу и еще девять других мудрецов, ангелы спрашивали, это Тора, это награда за Тору, а Бог им сказал, молчите ли я разрушу мир. У мира в целом есть некий диапазон, знаете как, вот у человека нормальная температура там от 36 до 37, например, да, это диапазон нормы. Если падает ниже или поднимается выше, это болезнь. У мира есть определенный уровень духовности, который определяется, который Бог определил, Бог сотворил систему, в которой есть, в этой системе есть, как сказать, уровень духовного давления. И если в мире мир перестает вырабатывать духовную энергию, то есть верить в Бога, общий уровень добра и света в мире падает ниже определенного уровня, то у мира нет заслугий, нет возможности существовать. Бог мир сотворял не для этого. И мир готов исчезнуть, но в это время есть люди-праведники, которые искупают, искупают гнев царя. И самое большое проявление, самое большое проявление веры в Бога, это когда человек отдает свою физическую жизнь с верой в Бога. Это называется осветить имя Всевышнего. В момент, когда убивали эти 10 мудрецов, эти сами 10 мудрецов, они абсолютно от этого не переживали. Когда ученики задали вопрос Раби Ативе, это Тора, это награда за Тору, не ангелы, а ученики. Он сказал, молчите, я всю жизнь об этом мечтал, чтобы выполнить то, что мы говорим в Шма-Исраэль два раза в день. Будь готов за Бога отдать свою душу, свою жизнь. Он говорит, я всегда об этом мечтал. Для меня вот этот переход из физического мира в мир духовный, это для меня вещь обычная и простая. То есть настолько они были близки к Богу. Поэтому Раби Атива говорит, я всегда об этом мечтал, сказал Шма-Исраэль, и вышла его душа. Но он своей смертью искупил весь мир. Понятно, да? И мир, он, Бог гневался на мир. Но вот эти 10 мудрецов своей смертью искупили вообще грехи всего мира. Понятно, да, идея какая? Хорошо. Теперь, значит, это было вступление. Это было все вступление, что мы не можем судить никого, потому что только Бог знает, как кого судить, что делать. И Бог абсолютно справедлив. И вся система работает, ну, доказывая, что вся система, она существует, и она управляемая, и она работает. Теперь, это мы изучили вчера. 12-й отрывок. 12-й отрывок сегодня. Звучит это так. Тоават Млахим Асот Реша. Ки-ки. Битздака Икон Тисе. Значит, мерзость для царей делать злодейство, потому что только милосердием, милосердием, Дзака это милосердие, справедливость, Икон Тисе, может устоять их трон. Значит, человек устроен по определенной системе, мир устроен по определенной системе, духовный мир устроен по определенной системе, и материальный мир это отражение мира духовного. То есть, как есть там иерархия, есть Бог, царь царей, хозяин мира, Бог сотворил разные силы, которых мы привыкли назвать ангелы. Эти силы, эти законы, то есть, грубо говоря, каждый закон природы на языке духовном называется ангел. То есть, каждый закон природы это некая идея, которая управляет некая духовная структура, сущность, как ангел. И вот эти все ангелы, это как структура мироздания такая. Дальше этот духовный мир по каскаду, он превращается в мир материальный. И когда человеку из эпохи царя Соломона, царя Шлома, говорили, что Бог это царь, все понимали, ну царь это понятно, царь хозяин. Царь пришел этого казнить, этого помиловать, это значит здесь будет сейчас, мы рети осушим, горы снесем, пирамиды построим. А сколько будем пирамиды строить? Это сколько? Значит, 50 тысяч рабов, значит берем всех рабов и все строят пирамиды 10 лет. То есть царь это признак, это было всем понятно, абсолютная власть, абсолютная власть. Теперь, если этот царь использует свою абсолютную власть и делает злодейство, то есть у царя есть возможность править через добро и через зло. У царя была, в каждом народе у царя была, значит функции такие. Первая функция у царя была защита, то есть он был воин, который был военачальник, который царь воевал с внешним врагом и защищал народ от внешнего врага. Теперь, это функция защиты, то есть военная функция была у царя. Вторая функция была у царя, это судить народ, то есть между людьми, когда возникали конфликты, царь говорил, кто прав, кто виноват. Это вторая была функция. Третья функция у царя была обеспечить народ едой, чтобы людям было что кушать. Это три функции были у царя. Теперь, как царь будет выполнять эти функции? И каждый царь он для себя решал. Или он будет, как Петр Первый, он был царь-реформатор. Он, значит, посмотрел, как в Европе построил Санкт-Петербург, там был царь-реформатор. Или он может быть царь, как Александр Македонский, царь-захватчик. Он говорит, хорошо, мы сейчас захватим весь мир, все у всех заберем. Или он может быть царь, который, как царь Шлома Амеллах, он не воевал, он правил мудростью. Он говорит, я сейчас, значит, сделаю из Иерусалима святой город, весь мир будет приезжать с дарами, с деньгами. То есть это будет город мудрости, и я буду царствовать через мудрость. Воевать не буду, а чтобы ни с тем не воевать, он женился на, у него было 700 жен и 300 наложниц. В другом месте написано наоборот, 300 жен и 700 наложниц. Он женился на всех точках, всех правителей деревень, окрестностей, деревень, стран и так далее, включая египетскую принцессу. Он приехал, видно, он был хорошо выглядел, очень умный, богатый. И он со всеми женился, чтобы не воевать. То есть он хотел сделать царь Соломон, это от слова шалом. Он сделал со всеми шалом, женившись на дочках всех царей. Представляете? Теперь каждый царь выбирал некую систему, как он будет реализовать свои три функции. Защита народа, питание народа и суд. Теперь если, 12 отрывок. То ават, млохим, мерзость для царей делать злодейство, потому что только милосердием долго удержится его трон. Но когда писал царь Соломон вот этот вот отрывок, он же нам тоже хотел что-то дать, правильно объяснить. Поэтому человек, сам человек, обычный человек, он тоже может быть царем. Что значит он может быть царем? Слово мэлэх, царь на иврите, да, как оно записано в Торе, это три буквы. Мэм, ламэд, каф. То есть три буквы. Теперь, если у человека вот эти вот три буквы идут как мэм, это моах, интеллект. Ламэд, это лев, это сердце, эмоции. И каф, это кавэд, это инстинкты, это тело. Если у человека вот так именно выстроена структура его жизни, он управляет всем через интеллект, а не через эмоции. Потом идут эмоции, которые поддерживают его интеллектуальные решения. Если человек решает, что надо радоваться, он радуется. Если он решает, что надо грустить, он грустит. И потом тело выполняет его решение, то такой человек называется мэлэх, царь. Теперь, ну по каким законам он строит свою жизнь интеллектуальную? Ведь интеллект это некая машина, которая, ты в нее загружаешь программы, да. То есть то, что мы, например, человек верит в какие-то правила. Кто-то верит в Тору, а кто-то верит в воровские понятия. Кто-то верит в, что нужно быть, там, выполнять все законы государства. Есть такие люди, там, патриоты, все, вот он прям по закону, чтобы было. А кто-то считает, что только дураки живут по закону и, значит, все нарушают. Все, что можно, нарушают. Уголовный кодекс, административный, просто так. Анархисты, да, которые живут по закону анархии. То есть каждый человек, который живет, пытается определять и решать свою жизнь интеллектом, он решает по каким-то правилам. И вот когда царь, когда царь или человек в своей жизни, он живет по какой-то системе, потом он получает следствие этой системы. Вот, это как мы можем использовать вот этот вот отрывок, который, казалось бы, он написан для царей, но нас он тоже касается каким-то образом. И я специально в описании урока, я думал, кто в современном мире является примером царя, который строил свою царскую власть по беззаконию, именно через силу, через насилие. И я вспомнил Саддам Хусейн, он был прям реальный царь, у него было более 30 дворцов, он огромные дворцы себе построил в Ираке, и эти дворцы были реально царские дворцы, просто все золото, мрамор и так далее. Когда его арестовали американские военные, у него было миллиард долларов наличными, кэшем у него было миллиард долларов, представьте. То есть он был царь, он уничтожил своими приказами, своими приказами он уничтожил только в одной операции, он приказал уничтожить 160 тысяч курдов, которые выступали против его власти, 160 тысяч курдов. Он начал войну между Ирак и Иран, которая длилась 15 лет, он был современный царь. И что сделали из-за того, что он правил по беззаконию, то что с ним стало, его повесили, его просто вот так поймали и повесили. Он даже просил, расстреляйте меня хотя бы, я хочу умереть смертью как военную, а его повесили, это позорная смерть считается, его повесили. Вот такая вот жизнь, даже в современном мире этот отрывок, он нам понятен. Еще раз, 12 отрывок, тоават млахима сотреша, мерзость для царей делать злодейство, кибицдака и конкисе, потому что только справедливостью и милосердием установится надолго его трон. Все, дорогие друзья, значит, а мы должны свою жизнь строить, тоже быть царем хотя бы, знаете как, про человека, про некоторых говорят, без царя в голове. То есть он без царя в голове, то есть есть люди такие, они реактивно, реактивно такие эмоциональные, их прямо плючит и разносит. То есть нужно быть, чтобы у тебя было все в голове структурировано, но именно система, по которой ты управляешь собой и своей жизнью, она должна быть построена на торе справедливости, на том, что Бог установил, что такое добро и что такое зло. И не может человек менять это местами. Все, удачи, успехов, всем прекрасного, хорошего дня, наполненного справедливыми приказами себе и выполнением своих приказов. Как нас учит, мы учили в Пертеевод, что кто дебор, кто богатырь, только тот, кто акувешет ицро, тот, кто преодолел свое животное начало, которое управляет собой. Вот нужно вначале научиться управлять собой, а потом быть царем. Все, всем прекрасного, хорошего дня, до завтра. Завтра в 10 утра встречаемся с Божьей помощью и будет все хорошо. Все, всем пока.